Бывшие сотрудники государственного предприятия КАЗ Аэронавигация пожаловались на незаконные действия со стороны руководства. По их словам, в компании идут массовые увольнения. О трудовом конфликте уже знают в профильном ведомстве Министерстве по инвестициям и развитию. Как сегодня сообщил первый вице-министр Женес Косымбек на брифинге СЦК, открытое письмо от сотрудников КАЗ Аэронавигации об увольнениях он получил. Теперь планируется создать и направить в компанию комиссию с проверкой. Если действительно какие-то факты будут подтверждаться, то, естественно, министерство примет определенные меры. Если эти факты будут подтверждаться, то я готов вам письменно, в любом другом варианте, отдельное интервью готов дать. Но информацию я получил вчера вечером, документ получил сегодня утром. И сегодня же Женес Косымбек сообщил, до 2020 года казахстанские авиакомпании закупят 61 самолет. Все эти воздушные судна западного производства. За счет новых бортов увеличится и число международных сообщений. Количество направлений вырастет до 128. Средний возраст обновленного парка в авиакомпании «Эйрастана» составит 6, а в СКАТе 15 лет. По СКАТу действительно есть проблема. Средний возраст у нее и сегодня составляет от 10 до 15 лет. И мы видим по программе, что компания также планирует на этом уровне оставить. Но исходя из этого, с учетом того, что появляется компания с более молодым флотом, большим количеством флота, естественно, СКАТ будет терять свой рынок. Поэтому мы также постоянно рекомендуем СКАТу. Если вы хотите оставить за собой определенный рынок перевозок, вы должны обновлять флот и увеличить количество флота. Если они остаются на этом уровне, они будут уходить с рынка. Продолжение следует...